Прежде чем менять масло, я немножко заведу и покатаюсь на машине, чтобы перемешать весь осадок, который там находится в двигателе. Так, снизу у двигателя находим поддон и вот на нем вот такая вот пробка. На некоторых машинах коробки с автоматом, которые они довольно близко находятся и пробка рядом, не перепутайте. Вот он двигатель, вот со всеми его шкивами и ремнями и вот вот эта пробка. Под ней вообще по идее должно быть кольцо уплотнительное такое, ну как шайбочка. Ее надо не потерять, а ставить. Довольно интересно здесь пробка выглядит, наверное она какая-то кустарная, потому что я вижу сварку. А возможно к ней приваривали какую-то часть и откручивали. Сейчас открутим, посмотрим. Вообще-то здесь должен стоять болт специальный, магнитный, который металлическую стружку все притягивает и в общем не позволяет ей расходиться по маслу. Здесь что-то у меня тут на колхозе или предыдущие владельцы, а вот это уже рядом масляный фильтр, вот он находится. Его мы открутим уже после того, как сольем масло из двигателя самого. Значит сейчас откручиваю болт, вот этот, и сливаю все масло, которое находится в двигателе, в баклажку какую-нибудь. Ключ на 22 в общем здесь у меня оказался. Так, сейчас какой-нибудь рычаг возьмем и будем отвинчивать. Резьба здесь стандартная, не обратная. То есть против часовой стрелки, как обычно, вращаем. Так, оп, ключ упал в трубу. Так, и поехали. По чуть-чуть. Нет, недостаточно, я его струнул. А, вот, нормально. Понемножку отвинчиваем. Вот все, руками уже струнулось. Осторожнее, масло горячее, поэтому когда отвинчиваете вот этот болт, придерживаете его рукой к резьбе. Так, не так, что он легко идет, временами застревает. Рукой придерживаете его к резьбе, и когда уже открутили, вот так вот, раз, и, ну, потом уже резко отклоняете. Да, и струя пойдет не вниз, а вбок. Если бы здесь стояло на крышке этот болт, то струя бы масло ливануло бы вниз, но здесь вбок. Вон там шайбочка, она прилипла к болту, и это хорошо. Нет, вроде похож даже болт вполне на родной. Да, еще такой момент один. Если у вас масло льется черное, то это неплохой признак, это хороший признак, значит, масло вполне хорошо промывается, то есть промывая стенки двигателя. Вот если у вас после долгой езды уже достаточно большой пробег, и масло осталось светлым, значит, что масло не исполняется своим промывающим свойством. Вот, все, я открутил, вот болтается, но я не ослоняю. И теперь раз, моментально, довольно спокойно беру ее, снимаю, и масло текет. Все, на этом я вставляю. Будет пока потихонечку она стекать, а когда сольется, тогда уже приду. Скажу на этом болте, здесь шайбочка. Вообще, как бы ее надо не потерять, но что-то мне подсказывает, что это не родной болт, тут какая-то сварка. Родной болт должен быть с магнитной здесь вставкой, насколько я помню. Не знаю, кто знает вот этот вопрос, отпишитесь в комментариях для людей, чтобы они знали. Масло потихонечку стекает. Машину я немножко неправильно поставил. Она у меня стоит слегка приподнята верхом. Сейчас покачаю, пошатаю ее, чтобы масло сливалось, чтобы из всех закутков. Дальше буду откручивать масляный фильтр. Вот этот. Тихонечко она начинается уже на убавку. Она будет сливаться долго, потому что сливаться должна не только отсюда, из поддона, но еще и из стенок всего двигателя. Я же немножко погонял машину, чтобы масло перемешалось. Она вот такая вот темная здесь. Вот. И теперь сливаем. В общем, пробуем, но ничего не берет, никакие ключи и прочие приспособления, поэтому попробуем самый вандальный способ. Это при помощи вот таких вот гвоздей или, как это назвать, короче, шпильки большой. Желательно, конечно, просверлить дрелью, но можно просто попытаться пробить. Только главное, усилие рассчитывайте, не сломайте здесь резьбу, все в меру. Так-то стенка самого фильтра, она довольно тонкая, поэтому без проблем сможете это сделать. Ну что, попробуем приступить к вандализму. Да, кстати, и еще не забудьте, оттуда масло потечет, оно внутри фильтра стоит. Вон он мнется уже легко и без проблем. Пробил. Бью очень-очень слабо. То есть никаких сильных ударов нету. Прям вот. Он входит без проблем. Вот, одной рукой и без усилия особенно. Так, только, скорее всего... Масло из двигателя потекло гораздо проще. Что я сделал? А, вон, что я сделал. Я освободил в фильтре, как бы, давление. Вот так. Так, и теперь крутим. Все. Фильтр сам сдвинут. Можно снимать. Можно взять что-нибудь каленое, типа отвертки. И уже при помощи нее провернуть сам фильтр. Аккуратнее здесь коллектор от двигателя, выпускной. Он может быть очень горячим. Поэтому не прикасайтесь к нему и не задевайте. Все, рукой, в принципе, крутится. Я уж прощу прощения за то, что я галеком тут все делаю. Просто жара сильная. Плюс еще можно очень легко испачкаться, вещи не хочется попортили. Так и прохладно, и потом просто искупался, если что, и все. И больше ничего не надо. Вот он фильтр. Здесь вот такая вот дырочка сделана. С обратной стороны тоже. Никаких крошек, никакого ничего тут нет. Просто продырявили и открутили. Итак, прежде чем завинчивать новый фильтр, не забудьте смазать вот это уплотнительное кольцо маслом. Но внутрь ничего не лейте. Никакое масло лить внутрь фильтра на вот таких вот наших обычных бензиновых фильтрах не нужно. Вы только осложните работу масляного насоса, создав здесь лишние препятствия для выхода воздуха. Работа двигателя сделана так, что масляный насос прокачает маслом всю систему сам, и не надо ни в чем ему помогать. Никакое масло в фильтр не лейте. Вы только усугубите работу масляному насосу. Если у вас фильтр такой, в который нужно лить масло, на нем или на коробке от этого фильтра будет указано, что залейте масло в него обязательно. Как видим, здесь ничего подобного нет. В инструкции тоже. В некоторых инструкциях даже уже начали указывать, что не лейте масло в фильтр. Вы делаете напрасную работу, а иногда даже работу более вредную. Завинчивается по часовой стрелке. Откручивается против. Закручиваем болт обратно. Некоторые еще советуют проверить кольцо уплотнительное и заменить я лично сколько раз менял масло. В принципе, кольцо обычно не менял и масло не подтекало абсолютно сухо. Ну, тут уже как бы ваше дело. Вы сами решайте, как вам нужно. Заменить его, я думаю, копейки стоит. Не проблема. Ну, вот и все. Масло слито. Фильтр поменен. Болт закрыли, обратно закрутили. Теперь можно приступать к заливке масла под капотом. Так, ну, дальше все просто. Открываем крышку и заливаем новое масло. Одиночку. Сразу все не заливайте. Залейте, оставьте чуть-чуть, чтобы плескалось все в баклажке. Потом подождите, пока сольется все внутрь и щупом проверьте, сколько у вас там получилось. Потому что нежелательно переливать, иначе тогда у вас потом будет масляная компрессия. То есть излишки масла будут все выходить. Да и к тому же просто лишний раз растрачивать ни к чему. Сразу заводить не советую. Немножко подождите. Пусть прольется все вниз, туда, вглубь. И только потом заводить. И первое время только на холостом ходу пусть немножко масляный насос прогонит по двигателю все. Потому что если вы будете газовать, подгазовывать, ездить, это хуже только будет. Так, ну вот в пределах нормы, в принципе, вот здесь еще немножко и будет ближе к максимальной метке. Но чуть-чуть до нее не доходит. Сейчас через некоторое время оно прольется получше. После того, как немножко мы мотор в рабочем состоянии поддержим, еще раз проверить надо уровень, все ли нормально. И потом еще на холодную проверить, когда масло уже снова стечет. Ну и в общем-то все. еще пару маленьких советов. После заливки масла не забудьте спуститься и проверить, не подтекает ли оно здесь нигде, не капает ли из болтов или из фильтра. и еще один такой маленький совет. Запишите где-нибудь на бумажке модель масла марку и номер масла, которого вы залили, дату, когда вы ее заливали. Ну, все в общем полностью характеристики, потому что потом вы это просто забудете. И положите эту бумажку куда-нибудь, например, за солнцезащитный козырек. Это, поверьте, сэкономит вам время. И если вы в дальнейшем будете продавать машину, следующий владелец будет видеть, что вы действительно нормальный хозяйственный владелец машины, а не какой-то раздолбай. При первом запуске обратите внимание, у вас здесь на приборке загорится значок масла. Буквально 2-3 секунды он погорит и погаснет. Это свидетельствует о том, что масляный насос прокачал масло и он работает. То есть давление масла восстановилось. Если значок очень долго не гаснет, то скорее всего что-то с масляным насосом. Открываем масла масла и гамму Pan Горь лимон» « лимон» « лимон» « лимон» М « лимон» лимон» « лимон» « лимон» «